Анна, добрый день! Давайте разбираться с вашей ситуацией с кистями, что у вас получается. Чаще работа именно с вашим конкретным файлом дает понимание о том, что не так. Во-первых, вы сместили монтажные области, так работать неудобно, они у вас повернуты. Поэтому через просмотр повернуть вид мы ставим 0. Видите, все выровнялось, ничего никуда не кривит. Потом давайте смотреть с вами кисти и что у нас происходит. Я вам говорила о том, что формирование кистей происходит по такому же принципу, как и формирование принта. Соответственно, нам нужно выбрать рапорт. Если вы внимательно посмотрите, я сейчас направляющий вытащу, у вас рапорт уходит. Что я имею в виду? Видите, он не совпадает с горизонтальными линиями, от этого с ним достаточно сложно работать. То есть его лучше всего сделать все-таки горизонтальным. Направляющие классно помогают, они вызываются через Ctrl-R. У вас был урок, вы это должны тоже знать. Ctrl-R вы нажимаете, у вас вылезают направляющие. Они просто помогают четко сориентироваться по горизонтали и вертикали. Теперь мы можем при помощи направляющих, можем при помощи прямоугольника, то есть я их выправила, для того, чтобы они у меня были в одну линию. Как вы видите, они все равно уходят. Поэтому для того, чтобы это исправить, я сейчас беру все кроме одной, одну выправляю, чтобы она была ровная. И вот этот один кусочек, сейчас сделаю его дубликат. Что я нажимаю? Я нажимаю кнопочку Shift, она позволяет двигать под 45, под 90 градусов и нажимаю кнопочку Alt. Вот у меня появилась. И давайте еще продублируем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Вот у меня появилась основа. Если вы хотите, чтобы она была цветная, мы, например, можем ее залить, ну, чтобы лучше было видно. Теперь мы начинаем с вами формировать рапорт. Где у нас с вами будет рапорт, давайте посмотрим. Допустим, вот от этой штучки нам нужно дойти до такой же штучки. Ну, условно, я использую направляющий как помощь. До такой же штучки. Давайте посмотрим, хватает этого рапорта или нет, или нужно еще. У нас должно быть здесь, здесь и здесь. Очень похоже на то, что этот рапорт будет срабатывать. Как мы это проверяем? Мы берем прямоугольничек, рисуем. И то, что я вам говорила. Прямоугольник без цвета контура, без цвета заливки. Правило соблюдено. И мы его помещаем на задний план. Убираем направляющий. Вон он, он у меня там болтается. Теперь мы создаем кисть. Узорчатая кисть. Окей. Здесь сразу смотрим, как у меня будут оформлены уголки. Можно сразу выбирать, можно не выбирать. Ну, посмотрите. Программа сама обычно предлагает варианты. Вы можете выбрать тот вариант, который визуально нравится именно вам. Я никогда не придерживаюсь какого-то одного варианта. Только по центру или только перемещение. В зависимости от кисти вы выбираете то, что актуально именно в данном варианте. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Требуется ли нам коррекция или нет. Вот ваша линия. Мы ее копируем. И вот что у меня получилось. Плотность по шнурку. Соответственно, я могу уже отрегулировать, как будет смотреться здесь плотность. То есть это уже регулируется на моменте создания. Издалека это будет смотреться вот так. А теперь с этим узором. Тоже тут какая-то небольшая нестыковочка. Не очень красиво смотрится. Давайте посмотрим, будет у нас рапорт формироваться или нет. Вроде будет. Сейчас попробую сделать тоже направляющими. Направляющие просто помогают померить, посмотреть там вообще, как что у нас происходит. Так, вот сюда. То есть вот от этой точки до этой точки. От этой до этой. Да, вроде формируется. Давайте попробуем. Выбираем тоже. Вон там у вас прямоугольничек. То есть я так понимаю, основная проблема. Вы немножечко не чувствуете рапорт. И вам сложно его выбрать. То есть рапорт это от точки до точки. Если по-другому, вот смотрите, я сейчас выберу и сделаю вам пример. Дублирую то, что есть. Выведу этот объект на передний план. И создам отравочную маску. Вот этот кусок и есть наш с вами рапорт. Мы можем его проверить. Если я этот кусок начинаю перемещать и дублировать. Вот видите, вот здесь он бьется. Соответственно у меня и в кисти будет тоже он биться. То есть это можно вот так проверить. Это кусок, который будет постоянно у вас рапортоваться. Вот будет со сбоем. Давайте, конечно, попробуем кисть создать. Но таким образом рапорт и проверяется. У нас он будет с вами как кисть расходиться, значит, вправо и влево. Монтаж на задний план. Это хитрость формирования рапортов. К ней надо приспособиться. Это правда. Это узорчатая кисть. Опять проверяем, какие у нас получаются хвостики. Нравится нам это или не нравится. И заливаем нашу с вами кисточку. Видите, да, раздублировалась. Почему раздублировалась? Вот потому что у нас происходит вот это наложение. Значит, надо перерисовывать вот этот кусочек. Давайте перерисуем. Посмотрим, что мы можем с этим сделать. Как я буду перерисовывать? Я возьму два объекта за основу. Давайте посмотрим, в каком они у нас состоянии. По одному ли они себя ведут? Да. Взяла два объекта. Приближаю. И после этого выбираю их. И их же двигаю. Так. С шифтом, с сальтом отпускаю. Теперь дублирую. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Похоже на то, что нам надо? Похоже. И вот отсюда сейчас мы с вами вытащим рапорт. Давайте посмотрим от вот этой вот крайней точки до вот такой же крайней точки здесь. Да? Здесь кусочек, здесь совпало. Хорошо. Ну, визуально проверили, что рапорт очень похож на то, что нам нужно. Выбираем. Теперь вот этот прямоугольничек на самый дальний план. Так, направляющую я уберу. И вот эту часть мы с вами закидываем в кисти. Узорчатая кисть. Ок. Так. Опять же я проверяю, чтобы у меня был более-менее приличный хвостик. Более-менее приличный изгиб, который меня будет устраивать. Не во всех кистях он получается достаточно удачным. Но давайте вот эту линию, которая у нас была, ее и перезальем новой кисточкой. Вот. То есть изначальная еще проблема у вас присутствует в том, что элементы расположены как бы немножко хаотично. Самое лучшее нарисовать один-два элемента, их немножечко развести и потом оттуда вытащить рапорт. Ну, в общем-то, то, что я вам показывала, то, что я делала. Вот у вас выровнялись ваши кисти, стали ровненькие, можно их дальше использовать. Ну, и, конечно же, дизайн уже дорабатывается в зависимости от того, какие у вас есть потребности. Давайте еще отсмотрим ваш второй файл. Опять у вас здесь криво. От этого, кстати, работать еще сложнее. Поэтому просмотр, прям запомните, повернуть вид. Ноль. Все, у вас выровнялось. Так работать легче. И теперь посмотрим, что у вас где набегает. Вот здесь набегает, я вижу, да? Вот такая штука получается. Почему она набегает? Давайте проверим рапорт этой кисточки. Что это у нас? Это вообще кисть. Почему я не вижу ее? Так. Это контур. И почему ты так странно выглядишь? Еще раз сейчас. Так. Кто ты? Ты? Вот. А здесь тоже проблема с рапортом. Что я сделала? Я потянула за кисть и вытащила. Давайте посмотрим. Ну, прям вот тот рапорт, который у вас есть. Опять же. Что делает программа? Программа достаточно прямолинейна. Она додумывать за вами, ну, как бы иногда может, но не всегда у нее получается. Она берет вот этот кусок и его просто состыковывает. Вот так. И поэтому получается такой внешний вид кисти. Соответственно, вы можете просто таким образом проверять свой рапорт. Вот эта часть у вас не совсем корректно сделана. Ее нужно убрать. Это именно формирование рапорта и это задача именно дизайнера. Вот эту часть мы с вами убрали. Давайте посмотрим, что нам это дало. Вот. Она по крайним точкам будет стыковать программу. Видите, что она делает? Вот так. Нравится нам это или не нравится? Или мы понимаем, что нам нужно вот эту часть. Сейчас. Вот эту часть. Например, оттянуть. Вот до сих пор. Во, вот так. Тогда здесь у нас стыковка получается. Значит, эту часть мы немножечко сюда сдвинем. Давайте еще раз попробуем. Я убираю вот этот кусок. Вот он опять мой рапорт. Опять его друг к другу прислоняю. Нравится мне такая стыковка или не нравится? Опять начинаю работать. Вот вспоминайте, я почему ориентировалась на принт. Мы в принте с вами работу с рапортами очень подробно разбирали. Для того, чтобы у вас было понимание, как формируется именно рапорт. Чтобы вы могли с ним в дальнейшем работать. Так. Давайте это уберем. И еще раз посмотрим. Я корректирую рапорт на уровне вот прям линий. Так. Стык со стыком. Так нас устраивает? Да, нет. Да, нет. Можем сдвинуть, например, вот эту вот часть. Сразу две выбираю, чтобы они параллельно двигались. Вот так. Вот. Так, наверное, устраивает, да? Соответственно, эту часть мы убираем. Потому что она мне не нужна. Это наше тублирование. И теперь смотрим. У вас очень большой прямоугольник. Смотрите. Он, ну, прям его много. Это программа. Так сформировала, видимо. Вот. Мы теперь ее по краям. Вот прям краешек к краешку. И здесь тоже очень широко не надо. Надо ее немножечко снизить. На задний план. Если вы делаете прямоугольник. Хотя с этой кистью я бы не стала делать прямоугольник. Я прямо ее бы выбрала. И вот сюда. Узорчатая кисть. Тоже смотрим. Какая стыковка. Вот там что-то я вижу, что она уже как-то не очень ругается. Мы сейчас это будем корректировать. Да? Сейчас посмотрим. Для того, чтобы была вот эта ровная, стабильная линия. Давайте просто сделаем линию. И посмотрим. Так. А что ей не нравится? У нас какие-то точки. У нас что-то там внешнее. Если она себя так ведет, давайте через прямоугольник. Если она не хочет нас слушать. Тогда мы ей даем прямоугольник. Она что-то там нашла какие-то, видимо, дополнительные. Может быть артефакты. Может быть какие-то есть обтравочные маски. Надо все искать. Надо все смотреть. Давайте попробуем через прямоугольник. Монтаж. На задний план. Убираем цвет контура и цвет заливки. И пробуем вот из этой штуки. Создать. Вот смотрите. Вроде смотрится уже ровно. Момент стыковки. Как будет смотреться. Хорошо. Сверяем. Она? Она. Все равно небольшая есть. Можно вот здесь поправить. Откуда она у нас тут идет. Еще немножечко подвинуть. И закинуть. Таким образом вы подбираете кисть. Вот она встала. Вот я ее сделала. Она встала. Вам нужно просто раппорт туда-сюда двигать. Где у вас еще какие были проблемы? Ну, такие же проблемы. То есть раппорт. Раппорт. Мы работаем с раппортом. Если у нас в генеративной заливке это есть, здесь с этим немножко сложнее работать. Но я предпочитаю именно сам раппорт корректировать, чтобы он был корректным. Вот она гладкая линия. Гладкая борщика. Пожалуйста, попробуйте то, что я вам показала. Если появятся новые вопросы, тоже задайте мне их. И все будет хорошо. Продолжение следует.